приветствую друзья я виталий портник белорусский правитель александр лукашенко принял решение отвезти мигрантов которые до этого времени находились на границе между белоруссию и польшей подальше от границ они будут размещены в логистическом центре в гродненской области и этим своим решением лукашенко еще раз продемонстрировал тот факт что кризис который он создал на границе со странами европейского союза это кризис искусственный как видим всю проблему нормализации ситуации на границе как только у минска возникло такое желание оказалось возможным решить буквально за несколько часов еще за несколько часов до решения этой проблемы на белорусско-польской границе было настоящее напряжение люди пытались прорваться через границу белоруссии польши но как только в минске приняли решение о нормализации ситуации люди вынуждены были с этой границе уйти потому что мы с вами прекрасно понимаем одна ситуация это прорываться через белорусскую границу в польшу а другая ситуация находиться на самой белорусской границе в окружении белорусских силовиков которые разумеется имеют куда больше возможностей и ресурсов для того чтобы регулировать ситуацию чем их польские коллеги по ту сторону границ стоит заметить что нормализация ситуации произошла практически сразу же после того как с лукашенко разговаривала федеральный канцлер германии ангела меркель а президент франции манель макрон разговаривал о необходимости добиться деэскалации кризиса с президентом российской федерации владимиром путиным этим покровителем лукашенко и возможным соучастником действий белорусского правителя на границе с европейским союзом и таким образом путин и лукашенко демонстрируют цивилизованному миру если вы будете с нами общаться если будете бить поклоны мы можем ситуацию и нормализовать а если будете вести себя так как нам не нравится ну что ж простите тогда получите ответочку как любят называть подобные хулиганские действия в кругах российской и белорусской те мафии которая с видимым удовлетворением называет себя политической элиты гопники они есть гопники честно говоря одновременно мы можем заметить и другие воспитательные меры российского и белорусского диктаторов против цивилизованного мира вот можем их перечислить рядом с решением об отводе мигрантов подальше от границы с польшей и литвой это приостановка поставок нефти в польшу по нефтепроводу дружба он поломался его на несколько дней поставили на ремонт но очевидно что ремонт если лукашенко этого захочет продлиться гораздо дольше и польша столкнется уже с новыми проблемами уже не с проблемами связанными с миграционным кризисом а с проблемами связаны с кризисом энергетически лукашенко одновременно старается создать энергетический кризис и в отношениях с украиной в киеве готовится к тому что мигранты могут быть переброшены уже на границу между белоруссией украины а лукашенко вместо переброски мигрантов прин решение приостановить поставки электроэнергии для украины таким образом мы создавая все условия для серьезного энергетического кризиса в стране уже в ближайшие месяцы если не недели а путин воспитывает и тех кто не собирается быстро сертифицировать газопровод северный поток 2 столь необходимый кремлевскому диктатору для энергетической изоляции украины после того как немецкий регулятор отметил что газпром нарушил немецкое законодательство не зарегистрировав в должным образом мы компанию оператора северного потока 2 на территории германия вместо этого зарегистрировали на территории швейцарии а в германии создав лишь фирму пустышку и потребовал от газпрома соответствующим образом зарегистрировать собственную компанию в германии для сертификации газопровода а это означает что сроки сертификации вновь могут быть продлены в москве разумеется повлияли на цены на газовом рынке и газ на европейских спотовых рынков вновь начал расти и расти серьезно а это создает соответствующие проблемы для европейских государств уже ближайшей зимой потому что платить за коммунальные услуги европейцам придется в разы больше чем в предыдущие годы это разумеется очень серьезный удар по социальной стабильности это удар по популярности всех властей и в тех странах где приходится повышать все цены а путин зная себе подсмеивается не дают ему возможности для энергетической изоляции украины и для того чтобы безнаказанно начинать военные действия против этой страны что он создаст условия если не для того чтобы заморозить европу по крайней мере для того чтобы поглубже забраться в карманы европейцев и обеспечить успех на парламентских выборов представителям политических партий которые либо просто финансируется кремлем либо по никому неизвестным до конца причинам обожают путинскую политику и все время смотрит в сторону российского политического руководства хотя я бы на их месте не очень бы заглядывался учитывая то какие энергетические диверсии россии беларуси путин и лукашенко предпринимают против цивилизованного мира впрочем если ты получаешь какую-либо помощь для своей политической деятельности ты разумеется может быть готовить с тем что твоих соотечественников обворуют и заморозят как известно у людей которые соглашаются на хорошие отношения с владимиром путиным нет даже никакого представления о морали в политике о морали вообще так что у путина и лукашенко есть еще немало рычагов для борьбы с западом а миграционный кризис как мы с вами прекрасно понимаем может возобновиться в любой момент мигранты всего лишь находятся в одном из логистических центров гродненской области под наблюдением и под влиянием и под кураторством представители белорусских спецслужб который в свою очередь является марионетками федеральной службы безопасности российской федерации белорусские чекисты исполняют указания московских александр лукашенко исполняет пожелания владимира путин и если понадобится вновь дестабилизировать ситуацию на границе разумеется мигранты в любую секунду на тех же автобусах на которых их от границы увезли на границу возвратятся а если путин захочет чтобы это была граница с украиной что ж это будет граница с украиной лукашенко как известно границ не выбирает если необходимо будет устроить истерику на рождественские праздники разумеется и и устроит чтобы испортить поляками или литовцам праздничные недели у путина и лукашенко в арсенале еще очень много намерений и желаний только намерений и желаний нормально жить с соседями в мире взаимопонимание у них отродясь не было и не будет потому что диктатура и авторитаризм никак не могут сопрягаться с уважением добрососедским отношениям как прочими с уважением собственным соотечественник спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписывайтесь на мои социальные сети на канал в патреоне который помогает в результате проекта удачи